Приветствую тебя, дорогой друг, и хочу ответить на тот вопрос, безусловно, который есть у тебя. Зачем же развивать способности? Для чего они вообще нам нужны? Многие из нас с детства помнят страшные истории, когда из-за способностей людей забирали в психушке, люди сходили с ума, или как старые бабушки гадали там под подъездами очереди, собирались, и, конечно же, ты не хочешь такой участи. Но я хочу тебе сказать одну очень интересную вещь. Сейчас люди со способностями живут совсем другими жизнями, и тебе не нужно будет толком принимать клиентов и страдать из-за них, и думать об их проблемах. Твоя задача, благодаря способностям и твоему дару, интуиции, стать более эффективным, начать жить свою жизнь, проживать свой собственный опыт и научиться жить в радости и счастье для того, чтобы стать свободным и исполнять свои мечты. Что же происходит, когда мы не пользуемся своими способностями? Вы представьте, что вы айфон, который просто звонит и отправляет смс, и пользуется своими функциями всего на 20% из 100. То есть множество того, что вам доступно, вы не используете, просто потому что не умеете, и этому нужно научиться. Но как же самому научиться управлять своими способностями и развить свою интуицию до такого уровня, когда ты четко знаешь, куда тебе идти, с кем общаться, что делать, и получать за счет этого удовольствие, реализацию, быть счастливым и свободным? Какие же есть камни преткновения у человека, который будет развивать свои способности? Их несколько, и о них я буду рассказывать в следующих видео. Потому что именно они мешают тебе использовать свой потенциал на 100%. А живешь ты всего на 20%. Что я такая и почему я вам сейчас вообще об этом рассказываю? Меня зовут Ольга Полищук, я духовный наставник, и я обучаю людей со способностями раскрыть свой дар, научиться ими пользоваться себе во благо и стать лучшей версией себя. Семь лет я уже занимаюсь духовными практиками. Я регрессолог, таролог, мастер хроники Акаши, практикующий тета-хиллер. И я создала свой авторский метод, при помощи которого мы полностью трансформируемся и становимся свободными. Свободными от навязанных догм, ограничений, от страхов. И начинаем жить своей собственной жизнью и исполнять свои собственные мечты. Какие же изменения происходят с моими учениками? Со мной выходят замуж, находят вторых половинок, начинают исполнять свои желания и мечты, ищут именно ту реализацию творчества или бизнеса, которая подходит. И благодаря этому все события складываются так, как человек хочет. Он реализуется и становится счастливым. Уходит из страхов и ограничений, перестает ссориться с близкими, находит общий язык со своими вторыми половинками и с детьми. Как ты думаешь, хочешь ты такого результата? Если хочешь, переходи под это видео, пиши о себе, заполняй анкету и обязательно расскажи, что тебя беспокоит для того, чтобы наш диалог стал максимально конструктивным.